И потихонечку подходит к своему концу Напоминаем, что формат проведения именно финала Насколько я помню, Best of 5 без преимущества со счета 0-0 Все верно, все верно То есть нет преимущества Secret в одну карту Как бывает на некоторых турнирах типа StarLadder Ну и некоторых других Здесь преимущества нет Мне кажется, это правильно Как минимум хочется посмотреть, потому что побольше доты А то эти Grand Final, которые в две карты заканчиваются Не круто Ну и что мы видим? Чен в бане от команды Secret Да, да, сами они тоже в принципе понимают, что там есть Ауи Который тоже в принципе задрот, который умеет играть на Чене И что ЕГЭ, они не поленятся Они уже показали, что они хотят выигрывать на этом турнире Ну если ты видишь, что твой противник не банит Чен, а у него ферст пик Ты можешь понять, что раз ты сам при этом пупей А твой противник с ферст пиком не банит Чене? Возможно У них есть коварный пан В принципе недалеко ушел Ауи Он забирает себе визиджа одного из своих сигнатурных героев Причем посмотри, Shadow Demon первым баном Вот почему у них оказался визаж в руках Да, Shadow Demon почему-то против Evil Genius'а Все банят, я уж не знаю, с чем связано Ну, конечно, герой-то потенциально неплохой Но не до такой же Стехни Я тоже думаю, что не настолько он крут Ну, вероятно, планирую как-то там Супер фокус фаер использовать парни из Сикрет И Shadow Demon, конечно, мешает при подобных раскладах Ты посмотри, мы, по-моему, такое увидели этот пик уже Дроу Рейнджер, Дарксир после визажа Да, кстати Это как-то картинку с брундучком я в квиттере Отправлял Слабоумие и отвага Слабоумие и отвага, если ты уже два раза проигрываешь Дроу Рейнджер, Дарксир Чтобы продолжаешь их клепать 6-1 на данный момент у Клокверка на этом турнире Все шесть побед были или у Зая, или у Клокверка Или у Клокверка? Или у Юниверса, конечно же Клокверк на Юниверсе В принципе, да, Клокверк будет играть на Юниверсе Но, да, у нас... Это тем за то, что Зай будет играть на Юниверсе, а Юниверс на Зая В действительности у нас столкнулись лицом к лицу два человека, которые, в принципе, не так давно Играли друг с другом, плечо-плеч Только Зай помогал Юниверсу, суппортировал А теперь будет мешать Юниверсу, действительно И вот как раз идет сравнение этих двух замечательных игроков Ну, кстати, мы видим, что Зайта пофидонит мастак Ну да, но и поубивать тоже он не прочь, и поассистить Хотя, честно, по киллам, поассистам разница там в половинку, это не так много А вот пофидеть мастак Юниверс играет более осторожно, но мы знаем, что Юниверс частенько воет А воет это не суицидальный Клок, не суицидальный там какой-нибудь битрайдер То есть воет он, как правило, старается мало умирать, у него другие задачи по игре Да-да-да Ну и вот смотри, появляется тот же Даззл Это стандартный герой под стратус Дроу Визедж Но Визеджа, во-первых, нет Только Визедж у врагов Вообще, пока мне Пик ИГ нравится это поинтереснее, поболее Во-первых, Визедж, он не привязан к дровке Мы уже об этом говорили Он сам по себе хорош Он сам по себе А дровка немножко, да, привязана Потому что, напоминаем, дровка усиливает не только всех ранжовых героев, но и все ранжовые юниты Усиливает она нереально птиц Визажа, которые начинают разваливать так, что мама не говорит Даззл от Пупея, 8,6% винрейта Ну да, да, тоже один из коронных таких героев Сразу после Апаришина, между прочим В чем очень часто, когда Пупея пикает этого Даззла Он смотрится нелогичным пиком, но очень даже логичным в итоге получается И СФО пикает, и СФО, не забываем Клоквер пока имеет вот все шансы развалить игру Ты посмотри на этих Он ловит всех трех И булки этих, глянь на них Даззл он убивает, дровку он убивает Дарксир он убивает Даззл всех убивает Более того, если он впивается в дровку, то дровке он не дает дэмэдж наносить Потому что у него выключается просто ультимейт Дарксир он не дает ничего сделать Ну, Даззл по большому счету тоже Лешрак И Леший появляется Но я так понимаю, что это керри Лешрак от Фира Которого мы уже видели раза два, наверное, на этом турнире Все ты наверняка правильно понимаешь Вряд ли это суппорт Лешрак Лешрак визаж какая-то Вот и Фир Лешрака у него нету Действительно старый человек Бородач? Борода такая? Он бородач? Нет, Анастасия Бородач, это был Юрбейн Он, кстати говоря, к сожалению, проиграл на отборочных Слабо К отборочным Отборочные к отборочным Да Есть, может быть, только один настоящий Бородач Саппорт Лешрак, в общем, с визажом Средний такой был бы пик Ну да, потому что попадать тяжеловато Попадать тяжеловато Лешраку нельзя быть дохлым Это так себе Керри Лешрака тоже ровный Такой вжравшийся Вот это прикольно Вайпер от Сикрет Ух Тоже тот вайпер, который мы видели Уже сегодня Не, не сегодня Сегодня у нас был, кстати, вайпер, да? Когда постоянно Агрессивно пушировали Да, 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 людей Сикрет продолжают гнуть линию давления Впрочем, ЕГИ не особо отстают Хотя у них пока есть Все возможности обороняться От давления без суммонов То есть нет чена Нету подхилов Такого ченовского Бешеного смеки Плюс ультимейта И неким танковать Поэтому Клокер и Клишвак Кидают ракетку 4 уровня Молния 4 уровня И Сикрет там уже не сладенько Может быть в этих пушах Поэтому ЕГИ не обязательно Сейчас добирать себе Героев, чтобы попытаться Запушить в ответ Как мы уже видели неадекватно Они могут попробовать Опять же сыграть вторым номером У них уже получалось это Они уже пикали Такие пикали Что как будто бы они второй номер В итоге они нормально выдавали Вич доктор Ух ты Как это интересно Да, Вич доктор Вич доктор Визидж Получается у нас Такие два Вроде бы казалось И мерзопакостные героя Но не знаю А сколько Вы знаете Стан у Вич доктора Совсем ненадежный Скажем так У Лешака он тоже ненадежный Слишком много ненадежности Слишком пакостные эти станы В отличие от всех остальных Которые ты можешь Хотя бы понять Что после стана Будет происходить У Вич доктора Ты не понимаешь Что будет происходить Кстати и тут суммонов Пока-то и не видно Поэтому А их и не будет Да Поэтому скорее всего Каски Это просто дровка Каски будут очень Болезненные Но Пока что Сглаживает Это обстоятельство Только то что Много рейнджовых героев Соответственно Можно будет разбегаться Без особого ущерба Для ДПСа Ну да Какой будет последний барон Теге Подсказывает мне что-то Что это будет Сын Кинг Потому что Сикрет там Подожди Бан от ЕГС Сын Кинг Да Ну я просто думаю Какой будет последний Герою Сикрет Что-то подсказывает Что-то в кучу К Дарксиру нужно Что-то в кучу К Дарксиру А у Яшны Стан Желательно Милистный Надежный То есть не Лина Которая хрен попадает Совсем не Лина То есть опять же Мы знаем двух Таких героев Которые могли бы быть Выступать с суппортами В такой ситуации Это Сын Кинг И это Свен Ну Свен Не очень популярный Альхимик Ну да Пожалуй еще Альхимик Но он тоже Не совсем надежный А вы верите в то Что ЕГЭ или Сикрет Могут сыграть Альхимиков в принципе Ну вот Кстати брюмастер Только хотел я Вот тоже сказать Что ЕГЭ могли бы Попробовать Хотя это было бы Немного улыновый пик Так как в таком случае У них никакого Лейтгейма Нету Совершенно Но зато Это такой очень сильный Пик в мидгейме Был бы с этим брюмастером Который может вертеть Дазла Шейкер Да кстати еще один герой Действительно С надежным станом Все верно С надежным станом Но значит Не будет шейкера Значит будет Как раз таки Сэнд Кинг Ну повышается вероятность Пика Сэнд Кинга Но с другой стороны Кто знает этих Сикрет Может быть у них Может они и не хотят И не нужны им Никаких станов Под Дарксера Но в принципе Знаешь Я смотрю на ЕГЭ И у них Особо-то большого Не урона там У них вроде бы и много С одной стороны Да это и Дезвард И Молнии Станы И Визыч Плюет Но как-то Не то что ли Немного Последний герой Может изменить Последний герой Тут мог бы быть Кэрри Лансер И он бы был бы Здесь просто бомбой Венга Ну да Надежный стан Только точечный А не ООЕ Ну секрет нет комбы Под Дарксера И скорее всего Мы будем обращать внимание По игре Что Дарксер стягивает И ничего не происходит И ничего не происходит Так и будет Ты понимаешь что Это тот случай Когда даже Чисто гипотетически Ничего не может произойти Ну да Дазл только может Полечить Иллюзии появившиеся И это будет Неплохой ДПС Но это все таки не то Ты не зафиксируешь Героя Они просто разбегутся И уйдет Они просто побегут От себя скорее всего Ну посмотрим Как это произойдет На деле Но я уверен Что такие моменты будут И может быть Тот же Сенкин Который может еще И Лиас подфармливать Удобно Был бы Может быть И поинтересней Да Ну вот теперь уже Последний пик Лансер Погоди Лансер Так герой же Для кого нужен Для Сумаилча Ну только для Фир Сумаилча Уже у нас был Лишь на ком в миде Ничто не мешает ему Ланс Читаешь Конечно Топовая аналитика Аналитика от НС Друзья Но Лансер напрашивался Действительно напрашивался Более того Сикреты И не только Сикреты Многие команды Подбанивали Лансера В подобных ситуациях Даже имея АОЕшки и прочее Ни одного АОЕ Спила Ни одного Ноль Я тебе даже скажу больше Его тут и ловить нечем Не просто АОЕ Контроля нет АОЕ Вообще ничего нет Получается что Сикреты сейчас Могут просто отпустить Этого Лансера Который может стать Неконтролируемым У нас уже был один Неконтролируемый Тинни Выглядел Он творил Всякие Он мерзости Это настолько звучит Неконтролируемый Лансер Да А ты реально Не можешь его контролировать Это Какие герои Например Они самые противные В подобной ситуации Это какой-нибудь Вивер Какой-нибудь Сларк Школьник Он показывает Кстати Как не надо делать Две пачки чипсов Не делайте так Так вот нам Даже если вы школьник Показывали эти мои видео Но перестали показывать Как там выглядит Наш продакшен Ну не до продакшена Сейчас понимаешь Да Нет Не до продакшена Ранд финал начинается 0-0 Бест оф 5 Какой будет счет Давайте прогнозы Господа Да кстати Мы же прогнозим Я думаю 3-1 ЕГЭ Ну Мне почему-то кажется Что вот в этой игре ЕГЭ должны брать А значит Один у них точно будет Да А значит Может быть 3-2 В пользу ЕГЭ 3-0 Сикрет Хорошо Окей Удачи тебе, бро Посмотрим Тут Сикрет будут давить Мы это видим По пику Прекрасно все понятно Есть Даззл Чтобы хилиться Есть Андро Рейнджер Вайпер Чтобы бить Под вингой Даззл тоже бьет Дарксир все это дело Страхует Будет фаст мека Пытаться будут Они сделать То ли на Вайпере То ли на Дарксире Как пойдет ЕГЭ будут Дефицит Но на самом деле Ну если ЕГЭ Подефицит буквально Минут 20 И не будет разноса Уже за 20 минут Какого-то То лансер Ну Sorry Unstoppable В действительности Я не понимаю Как Сикрет Могут теоретически Начинать замес У них нечем Начинать замес Только Дарксир с даггером А под стяжку Все равно нет Ничего Один форстаф Чтобы после этой стяжки Вытолкнуть оттуда Самого какого-нибудь Уизимого Лешего какого-нибудь Чтобы он Развернулся И начал молнии Обратно долбить И все И тот же Юниверс Просто может В это все дело Залететь Поставить коробку И тоже сделать фрустаф Так чтобы враг Не смог пройти дальше И заканчивается инициация Действительно Нету ее Я честно Совсем недоволен Пиком команды Сикрет И мне очень интересно Посмотреть на исполнение С их стороны Потому что Я думаю Они прекрасно Также понимают Свои сильные и слабые стороны Должны понимать Должны понимать Все-таки Профессиональные игроки Как-никак Так вот Я тогда рассказывал Про тему Неконтролируемых Сларков Виверов Это те герои Которые могут Даже не имея ничего Имея 10 урона Просто Элементарная математика Тебя герой бьет Ты ему Ничего не можешь сделать И рано или поздно Он тебя заковыряет И этот принцип Мы уже встречали Много раз С этим принципом Столкнулся Артур Габлак Костен Как на Отборочных На интернешнл В финале Когда у него не было Ни одного стана Против вивера Который просто Их потом выпотрошил Они не могли его поймать Физически И сейчас С лансером Может произойти Такая же фигня Если не задавят раньше Если не задавят раньше Да Это всегда Если это присутствует Так что поглядим У нас дота сейчас такая Что не каждый день Видишь вообще Как лансер Диффузал успевает Купить уже Рампу ему ломают Но здесь Нету чена Нету самонов Которые будут ломать Тебе базу И танковать Для тебя За это Очень сильно рискует Но тут попеха С ним Пупеха Вместе с ним У него есть наверняка Там грейв А они Потому что у него Хил А не грейв Ну в любом случае Не добивались Здесь вот Они увидели Это больно Так слушай Что-то секрет не то Сейчас делают Вообще Заю Я бы предложил Так скромненько Отправиться в лес Прям сразу С такой линии Где вообще он не стоит А Пупея предложил бы Погонять там Клокверка Да и Популить Они тут вдвоем Просто ничего не делают Так же как и один Зай Ничего не делает Заю как там Змеям отеляется На посохе У Вич-доктора Он ее просто колбасит За саппорта Тоже ничего не делает Ну Ты знаешь Ну и тем самым Юниверс получается Тем самым Кто-то Кто-то на карте Зато делает Из-за этого всего Ну да Где-то Внимание Недостаток Где-то его Избыток И видим встречу На руне Сейчас Пупеха против Пипеди Причем рядом С Пупеем Находится Дарксир Но я бы не сказал Дарксир серьезный Бабашник За руну разбить Не успевает Побежал Победи На разведку Скорее пошел На всякий случай Ворваться На мидл Забежит Сейчас даст Плюху Но зато они видят Что и Дарксир И Дазл Находятся на руне Значит что Там можно пойти Куда-то Сам имбобродить Погулять Универс взял Баунти тем временем Вот Уже третий уровень Универсал Ну почти третий уровень Я думал Сейчас батарейки Подрубит Убьет Вообще Куроки Но батарейки Нет пока Да он бы не убил Пожалуй Там просто вайпер А подожди Там не вайпер Там в дровка Тоже неприятно Она как замедлит тебя Да и Будет больно Так Зайчику Опять Разминал Нету Пипов Поэтому убить его Не смогут Но погонять Подожгли Что Пупей тут делает Все таки Объяснит мне кто-то Он первого уровня Стоит с хилом И стоит И стоит Сумаил Побежал куда-то Домой он побежал Почему-то А где его курьер Потому что Кура наверх Почему-то побежал А ну Задавил Фир Авторитетом Авторитетом Причем Фир К которому даже Ни разу не подходили Да Как бы и без Куры Обойтись Как-то вначале Это действительно странная ситуация Явно нужна была Кура здесь Ну тут малого Фир прям подвел Так Хоп Заденали вардик У нас есть толпа людей Которые играют Какую-то хрень Которым вообще Пофиг на дод Да 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 они уже свое Отыграли им Реально по барабану Нет-нет Тут люди Которые даже Это рандомные А это рандомные А это рандомные Люди Откуда они берутся У меня первого вопроса Ну тут есть Щелцы Который Среди рождение Который наш водитель Да-да-да Смотри как Сфо здесь Немножко Сумаил Надо дальше Разминать Сумаила Потому что Сумаила Уже бежит Курица Все-таки Да Сумаил Пока Линию Свою Немножко Уступает 15-12 ОСФО 16-12 Он Деняет Там Как Царь Не Ну Опять-таки Вайпер Против Лишака Штукатре То есть Лишак В принципе Его Очень Тяжело Даже Даже Распечатывать Он Даже Прохарасить Толком Не Может Да Ну вот ДС Возвращается На топ Правда Честно Я вообще Не понимаю Как он Будет Стоять Пока Дазва Выглядит Здесь Не Очень Извини Два первых Левела Это Забей Хотя Там У Визажа Ты Посмотри 12 Эксп В Минуту А Ну У Дазва С Дарксиром По 24 Ну Да Но Вон Вич Доктор Их Всех В два Раза Вгоняет У него Есть Сосы Просто Такие Богачи 100 Эксп В Минуту Да Но Мы Смотрим На Универс У него 154 Вот Кто Выходит Победителем Из Северного Противостояния Да Оффлайнер Который Царит Ну Пока Еще Не Царит Но Имеет Все Шансы Зацарить Потому Что Старт У него В принципе Неплохой Дровка В соло Мы Видим Особо Ему Внимание Не Уделяет Не Знаю По Каким Причинам Возможно Просто Предпочитает Крипится Сейчас Артур Бабаевский Пупей Кстати Перетянулся В Свой Лес И Вон Они Объединились Куроки В Смоке И Че Они Собираются Сделать Побить Сумаила Будет Сейчас Очевидно Реально Вяленький Вяленький Этот Герой Лешрак Причем Спасать Его Практически Нечем Пыщет Как Сумаил Можно Было По Прямой Набегать Сейчас Но Момент Сумаил Прочувствовал Плохленький Никто Его Сейвить Пиде Есть Телепорт Он Может Попробовать Прилететь Он Сейчас Тоже Погибнет Осторожно Играет Посмотри Ботл Аккуратненько Аккуратненько Ему Должны Были Сказать Что Пропала Винга Полностью Видишь Что Снизу Нет Никакой Винги Ну И Вот Теперь Он Должен Совсем Понять Как По Мне Да Очень Аккуратно На себя Набрасывается Это уже Действительно О чем То Горит Нет И пошел И Все Это Смерть Тот Должен Убежал Сумоил Убежит Аккуратненько 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 Говорили Не успеет А он Еще Нафиг Генур А он И просто Прилетел Да Конечно Сейчас Ну Вот Секретн Начинает Плохо Да Чуть Не Собрано Первого Уровня Товарищ Пупей На дазле Путешествует Путешественник Пупей Так Тут Разбавят Лицо Зайчику У Зайчика До сих пор Нет У него нет Суржая Это проблема Зай начинает Фидить Мы это уже Видели Первого Уровня А я ему Говорил Это Чипенко Это Дарксир Чипенко Начинает Фидить На первом Левеле А Зай Это Апгрейднутый Чипенко Да какая разница Он еще Не получает Ты на первом Левеле Все равно Шестой Ничего не изменилось И он пошел В лес Вон он Все Понял Он сразу Не пошел Ну вопрос Вопрос Четыре минуты назад Ты спрашивал Да В любом случае Счет должен был быть 1-0 Останавливаться 0-1 По факту да По факту да И ФБ забирает Там Визаж Который Изначально Долго-долго Ничего не делал Потом Один раз Отвел Даблстак А теперь Еще и ФБ забрал Это Ауи Он вообще На Визаже Кстати Очень-очень крутой Знаешь Против него Постоянно его банят Да Слушайте Фантомоансер Вот он Он-то фармит У него-то 43 на 10 Но правда С другой стороны Мы видим Что все так же Хорошо И у дровки Ну еще Было бы у него Плохо Было бы странно Действительно Если бы там Клокверк Настолько Напрягал Что еще И у дровки Было бы плохо Артур Был бы не рад Был бы совсем Жесткий Клокверк Да Ну на самом деле Он напряжет Возможно Этот клокверк Скоро Кого-то другому А может У него вообще-то Все очень неплохо Пятого уровня Ползет домой 7,5 минуты Есть Транквилосики Отлично У него дела Лучше Чем вот у этого парня Теперь он начинает Что-то получать Но Столько времени Упустил Да уж И В принципе Смотри Получается Неплохая Такая дистанционная Драка У ЕГЭ Смотри Молнии Ракета Копье Плевок Это минус Герой почти А может и не почти А если Ну если это Какая-то венга Да Это минус Это совсем минус Что-то левела Молнии Сами понимаете Если есть Тоже и там У Лансер Слушай А стакается Слоу От молнии От копья Просто От всего Он стакается Он не может быть Меньше 100 Просто В Доте 2 Все стакается Слоу Это в Доте 1 Были там Это с этим Не стакается Это с тем Не работает А Мом С ультом Троля Не пашет Ну эти 2 Все стакается Напрямую Тут Чтобы попроще Было Ну и правильно А то иначе Вообще Ничего не понятно Было Тут и так До недавних пор Пока они Хотя бы Урона Не изменили Вообще Ничего не было Понятно Вангварды я до сих пор Не знаю Как работают Смотри Где Какие Ну если Два Вангварда У тебя Какая вероятность Того Они отдельно Просто работают Каждый сам по себе Просто отдельно Каждый сам по себе То есть Может один срабатывает Может второй срабатывает Ты уверен Да Ну так же Как щитки Щитки Так Фир Фир там нормально Наваливает А куда Фир пошел Там вышки уже нет Точно Туда пошел Прогоняешь Что-то ЕГЭ как-то Слишком нагло Так давят И в принципе Ничего в игре Не происходило А у них есть уже Возможность так давить Дарксиром Ты не можешь отбиться В принципе Первого левела Или даже Второго и третьего Тяжелого Дека на девятой минуте У вайпера А вот это уже неплохо Дазл Это тоже пассивный Такой себе персонаж Ты им тоже не можешь отбиться А против тебя Просто прут Два неплохих Ранжевичка Вич доктор с визиджем И фантом лансер Который в тебя Стабильно вот эти весла Закидывает Ты ничего не можешь сделать Есть такое Кстати смотри Как Юниверс играет Очень грамотная игра Третья ракета Несмотря на хороший старт И на теоретические возможности Прокачать батарею И убивать людей Он максит ракету Потому что понимает Нужно будет отбиваться Вот уже и мека есть Вот уже и сейчас Будут как-то поддавливать Сикрет пытаться Нахас пишет Это первый Дарксир Который я смог найти С своей базе данных Который был левел 1 На шестой минуте На что ему Тим Импайр отвечают Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Обожаю читать твиттер на Хаза во время матча, то что надо. Хорошую инфу всегда дает. Empire там тоже нормально тролят. Тролина сидит там значно. Десятая минута 1-0. То же самое, что было на третьей карте прошлого матча ЕГЭ против ВИЧ. Тоже на 10-ой минуте было 1-0. А потом открылся этот ящик Пандоры и пошло-поехало. Что будет сейчас? 4-300 у дровки. Она неплохая. У дровки 4-300. Судя по 4-300, это 3 в Рейсбенда, ПТшка и что-то еще. Ну такие, да. А 3 в Рейсбенда, ПТшка, там может стик какой-то, может быть, аквила, фармит яшу, очевидно. Ну да, то есть первый там будет сия какая-то. Вот Пупеха у нас с нее, а куда дровка пошла? А дровка пошла в лес. Да, лес. Она с маской, походу, уже. Дровка пошла в лес, но для этого, когда дровка уходит в лес, кто-то должен выходить на линию. Ну, Пупей пришел. Серьезно, что он будет делать против Клокер? Он хотя бы пока Экспица, это уже неплохо. Он соло Экспица причем. Да, масочка. Масочка. А летит уже Доминатор. Интересно. А, слушай, у них нету крипов Чена, но Доминатор, решай вопрос. Можно собрать парочку Доминаторов, да, дать контроль Пупею, и Пупей будет играть на Дазве как на Чене. А, я понял, в чем смысл. Они хотят убить Рошана, но у них Волк в смок не попал. Бордов нету. Есть, Волк, прям. Эй, эй. Ло, а смотри, как они. Не, ну слушай, ну должны понять. Просто так волки не бегают вокруг Рошана. Да, вот встал. Он дает, ауру стоит пока рядышком. Смотри, не, ну ауру он дает, а Егета в миде-то прижимают. И побежал, побежал Юниверс. Волк вообще не палится. Должны понимать, что за... Уже поздно, слышишь? А уже поздно. Вот, 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 вот. И влетай, влетай. Так он может лететь. Да не надо влетать, пока он тут один, его убьют. Ну что это за действие от Сик? Это что это за Волк? И вот он влетел. И он влетает, но решил не рисковать. Юниверс, в принципе, правильно сделать. Вот, посмотри, какой от него Кусман только что оторвал. Да, конечно. Это просто. Опа, ну летает такой вейперок. Ну и Рошана все равно будет забирать. Теперь уже с палевом. Теперь уже все как бы в открытую. Теперь тут что-то нет, никто ничего не сделает. Но впятером. Да, да, да. Тут уже действительно ничего не сделать. В это время, пока Фир пользуется моментом. Пушит вышку на топе, Кир-2. Ну а ребятам из ЕГ больше ничего другого не остается, как смириться, понять и простить. Ну, такое случается, что Рошан забирается. Поэтому надо действительно забить. И вот просто депить вот эту линию. То есть задача сейчас Сумаила и Клокверка по максимуму на каждой линии замедлить пуш. В то время как Фир, а он все делает правильно, будет пушить другие линии. Таким образом вы получаете прирост по XP. И в принципе по галде держитесь более-менее на равных. А в лейте вы сильнее за счет этого самого ластера. Зай, напал на Фира, неправильно, кто на кого напал. Ну там, да, там уже третий щит, уже достаточно больно. А щитов там может быть много уже. Где Сумаил? Сумаил не тут. У Сумаил пушит мид, хотя у него нет диаболика. Ну ты понимаешь, вот под вингой и под дробкой сколько демпжа у ту винге? У ту дробки мы видим, что 240, да? Да, у винге. Ну это, ну то есть товара падают. Очень быстро, очень быстро падают вышки. Дальше. Они, да. Не, сейчас придет Лешрак и решит вопрос. Он нужен, стянуть надо. Здесь давно нужен Лешрак, я не знаю, почему Сумаил не здесь. Ну ты посмотри, тут четверть Т3 упадет, тут сейчас заедет эта телешка. Конечно, он упадет четверть Т3, тут может сейчас Т3 упасть, если ничего не сделать. Смотри, сколько хп-то отрывается. Он прилетел, прилетел. И уходить, драться здесь ни в коем случае не стоит. Там Коферк сбил телешку. Ну куда, ИСФО, лол? Да, ИСФО здесь крабит, другой вопрос, что он тут пока еще не один, остальная команда рядом. Остальная команда только умирает. Сбейте вы, лол. Хотя, слушай, некоторые столбивы. ИСФО разваливает, ему дают Грейп, но Пупей умер, ИСФО тоже умрет. И это то, чего нельзя делать при таком пуше. Вы просто сбили себе темп на столике сейчас, друзья мои, из Team Secret. Еще хорошо, что хоть дровка там не осталась вместе с Вайпером. Жуткая ошибка, конечно. Ну да, надо было сразу вообще им валить отсюда. Причем отойти и сделать телепорт, а не вот то, что они сделали. Делать ТП под вражеской базой, имея Клокверка у противника. Можно даже не делать телепортов, можно уйти. Все равно нужно похармить свой лес. Куда телепортироваться собрались. Все равно Зайв пушит верхнюю линию. О, один герой, отойдя далеко, мог тэпнуться в мид. Да, наверное, сфоток хотел сделать, но отошел не очень далеко. С палевым. Прямо скажу, оп. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Ну это Ауи. Ауи, он умеет моет. Фидит с фичками? Не, он одну, скорее всего, потеряет, но вышку он тут должен добирать. А что они не динают? Фидит. А, ну вот. Растись задинаил. Все нормально. И птичку задинаил. И отлично. 200 голды и Ауи. 110 секунд, молодец. Грубейшая какая-то ошибка. Плохо сыгранная. Неплохо сыгранная. Тем временем появляется у нас Витраус Маила. Счет 3-1 на 15-й минуте, но. Но, блин, у нас на 15-й минуте куча раз было уже по 40 фрагов, но игра от этого не менее интересна. Надо продолжать. Надо продолжать сейчас секретом. ЕГ снизу будет тацану слепушить и забрать. Будут убивать вайпера. Они его, кстати, убьют. Конечно, убьют. Если Даззл с ТП, то бьют еще и Даззла. Если один Даззл с ТП, то, очевидно, убьют Даззла. Так. И привет, Ауи. Не, ну, погоди, погоди, тут не очень приятное место для драки. Никто не хочет делать ТП, хотя можно было бы ТП, как долго он живет. Не, он убивает Ауи, вон. Он убивает людей. Сюда прилетел бы Даззл, дал бы ему Грейп, он влубил еще Сумаила. Да, кстати, да. Но Даззл бы тоже погиб, а так Даззл там помогает Т2 забирать. В итоге они разменяют Т1 на Т2. И Ауи разменяли на Вайпер. Да, плохо, но сейчас можно на Т3 зайти и немножко его поковырять. Так и будут делать, так и будут делать. Вот, кстати говоря, Урсевича берет Артизи, чтобы он подтанчивал этот тавер. А он и подтанчивает Лешрака пока здесь нет. А, не, Лешрак уже прилетел, Лешрак уже идет. Ну и Лешрак-то там битый очень просто. И мы там сейчас, слушай, дипуза у Фера быстрые. Им сейчас в Туза клокверк залетит. Так сейчас им залетят в Тузевича, и тут очень плохо может быть все... А там Пепеди уже в спине зашел вообще к уроке под Грейбом, но там все умирают. Каски невероятно офигенные. Артизи тоже вряд ли отпустит отсюда. Да и Зай, ну Зай, наверное, убежит, а вот Артизи точно в Афле. Да, да, да. А, да и Зай в Афле, я понял. Это Тим Вайб? Но если Зай стянет еще, нет, Зай не может стянуть. Хороший багет, Радверсон. Он себе лицо сейчас стянет. Нет, Зай тоже багет. Тоже непонятно. Это минус пять. Ну, все равно, я не думаю, что это критически как-то меняет. Это офигенно критически меняет все. Не, это конец игры. Ты посмотри, две тысячи зарабатывают на ровном месте. Фантом Лансер сейчас себе быстро какие-нибудь соберет, я не знаю, ну, диффуза, не диффуза. Но он уже есть у него. А, у него уже есть. Ну, так да, да. Яша. Неплохо сыграно. Это очень плохо сыграно. Критические ошибки. Они отдают своего Вайпера, не сейвив его, хотя могли сделать. Первое ТП делает Даззл, дает Грей, Вайпер живет. Второе ТП делает, ну, да, скажем. Такого на Винга. Дарксир. Он стягивает, там вообще все умирают. Вместо этого они идут и фидят еще в миде. В итоге размен тавер на тавер, пускай тир-2 на тир-1 и 5 в 0. 5 в 0. Плюс байбэк зачем-то Винга сделал просто в уроке психанул. Совсем непонятное, да, действие. Ну, возможно, немного все-таки в первой игре не задалось. У Сикретов видно много ошибок вот этих неосторожных, знаешь, ошибок. Не заморочились поразмыслить лишний раз, вот в чем суть. Ну, может быть. Но главная ошибка, как мы уже много отмечаем на этом турнире, заключается в пике. И опять этот Дарксир Дроу Рейнджер. Хотя ладно, смотрим игру. Мы уже как-то раз хоронили. Сикрет примерно так же в игре против IG. И потом... Они, кстати, похожим пиком с дровкой и так далее. Вин, короче, я говорю, зря похоронили. Да ничего фактически не поменялось. Они потеряли только трешку преимущества. Вот ничего не изменилось. Вот в чем проблема. А не изменилось то, что мы изначально говорили. Лансер здесь оверпик, если у него итемы. А у него итемы, у него 8 тысяч голды. Он уже сильный. Он уже очень сильный. Симонтой и каким-нибудь там скаде он будет просто аннигилировать все живое. Урить? Урить? Будет. Да. Будет. Урить. Урить. Ну, в конце сегодня эфира мы расскажем наше секретное слово. Хотя вы его не знаете по нашему твиттеру. А если еще кто-нибудь купит? Что? Владмерс? Из команды... ЕГА? Да. Да, кто-то, я думаю, купит. Там у них ППД, я слышал. Я читаю, чейнджлоги обычно знают вообще сильные, слабые артефакты. Если не сам фир, то никто больше. Некому только фир может это сделать. Ну, а сам, и любой герой может это сделать. Короче, почему секреты остановились? А потому что все, они уже достаточно нафидели. Они уже поняли, что... А ну нет, они все равно сильнее, лол, если они... Они дрались без вайпера вообще. У них не было кому танковать. У них Грейв был всажен почему-то в куроки вообще. Согласен. Есть такой момент, что да, что они дрались там не все вместе. Попытка смака. Но она не туда направлена. И опять они потеряли попытку героя. Курицу можно убить. Ну, обделались легким испугом, как говорится. Курица была пустая. И могли подождать на самом деле секунду. Курица бы зависла. Да, конечно, она бы купила что-нибудь. И можно было это что-то убить. Что там было непонятно, но... Ну, это в любом случае было больше, чем ноль. Ну и... Да, вот сейчас поджимают ЕГЭ на базе немножко. Хотя, я смотрю, там Ауи тоже не особо переживает по этому поводу. На топе сейчас сплитит. Да просто сумаи встали с Юниверсом на базе. Крепы убиваются с двух экспилов моментально. И все. А вот Фир работает. Ауи работает с другой стороны. И Сигрет потерялись. Немножко. Да, немного потерялись, действительно. Ну, вот у Вайпера уже Аганим на подходе. Медалька появляется у Дазла. У Визаджа она уже давно есть. У Визаджа, если что, вот еще и бустерок только что нарисовался. Ну, у Солон Крест, на самом деле, он еще забыл Венит против пика. Сикрет, по-моему, бомба, артефакт. Ну, тогда бы Фантомастер был вообще практически неуязвим. Да и Лешеву было бы намного сложнее взять. Лешеву, на Лешеву скорее даже кидать. Попробуй пробей этого Лешева. Там, миллион армора, мясы. Ну, Саша-Яша на подходе у Артизи. Ну, блин, Саша-Яша... Смог от ЕГЭ очень опасный. Или это не смог, но просто они тут... Не, смоги, смоги. Это немножко опасно, потому что оно им нахрен не надо. Тут Визажа с ними нет. Сейчас они могут сами встрять вот в какую-то подобную авантюру. А могут, конечно, и хорошо разыграть. Ой, Клокерк, врезался в ППД. Ошибочка. Ну, да, надо просто уходить сейчас. Мне кажется, что, возможно, ППД спас сейчас свою команду. Сказал, не надо. И говорит, не влетай. Говорит, нет, я влечу. Он говорит, не влетишь. Да, и он встал перед ним. Потому что вообще-то могло закончиться плохо. Там стоял Даззл, там стал Винга, фиг они убьют этого ИСФО. Они готовы были. Свапы, ИСФО начнёт расстреливать. Этот Клокерк вообще в секунду там склеится. И дальше пойдёт, поедет. Визажа там не было и не могло быть. Он вообще в другом месте находится. Да и птица тоже рядышком с ним. Да и птица с Визажом, да. Так что тут ты, да, абсолютно прав. Но и Клокверк ему бы не помешал, наверное, Блэйдмейл. Я не знаю, на какой стадии сборки. Есть у него, есть. А уже готов. Тогда всё замечательно у Клокверка, на самом деле. Он теперь может действительно неплохо провоцировать на себя вот этот весь сброд. А БКБ нет, именно. Ну вот, проблема здесь всё равно в том, что Крепы умирают быстро. Вот издалека не влетай, не влетай. Куда он полетел? Вот куда он летит? У него хаста. Имеет право? Там дипуза. Дипуза есть, да. А, у него хаста. У него хаста. Отлично. Окей. Но тот факт, что у него хаста, это не отменяется. Согласен. То есть тут не поспоришь. Так, ну и что? Слоу-пуш такой. Рампы. Всё правильно. Вот так зайти, тихонечко встать и бить рейнджевой барак. Тихонечко. Вот так. Тортурия спорт, всё. Не бить людей. Бить барак. Очень больно разваливаться. Так, Юниорс включает Blue Blade Mail. И не трогайте его, боже. Зачем? Какие птицы! Какие птицы! Какой ты смерт! Какие банки! Какой разнос! Ну, боже мой. А Зая вообще нет в драке. Он не знает, что ему делать. А он вакуум-то хоть дал? А он хоть что-нибудь дал? Он вообще не дал. Он слишком далеко был, когда это всё ворвалось. Как-то подставили все. Или даже ультимейт остался. Он мог его хоть куда-нибудь-то впихнуть. Да, вот это был развал. Эти птицы от Ауи. Они просто нереально законтрили только что. Это Ауи. Он умеет контрить людей птицами. Да, да. То там есть шикарные визажи, но тут визаж в пике. Понимаете? А там, ну вот нет, а там дрофья. А там дроурренджер, дарксир. Вот в чём проблемы. И, кстати, дарксир тут тоже умирает. Проблемы УДСа будут? Ну, он, наверное, убежит. Вряд ли он умрёт. Сейчас каску ещё какую-нибудь рандомную поймает. Не, не поймал. Там на самом деле визаж продал. ППД, походу. Ну, он что-то птиц посадил. Ой-ой-ой, догонять надо Заю. Не, ну... Забир, ведёт. Забир, купил Аганима. И, ну, секретом я считаю, что всё равно ещё одна попытка есть. На самом деле уже... Если она и есть, пол попытки, да. Потому что Фир, у него деньжища. Просто инвестиции рекут текой. Рекут текой? Именно. У него уже вот эта Яша, у него там ещё в куре по-любому что-то летит сейчас назад. Да, он очень уже сильный. Ты его просто не остановить, этого лансера в драке. Вот это вот, не остановить ни одного у Еспила. Да, щиты Дарксира более-менее их там как-то прожигают, но... Ну, это до поры до времени. Не так это быстро происходит, как хотелось бы. Нету того самого Зенкинга, может быть, вот что-то подобного. Да и на самом деле новые иллюзии ПЛа, они тем как раз за мессией хороши. То, что если их моментально не сдуть, они моментально плодятся. Они... Там сейчас 50% шанс появления героя. Да, они сумасшедшие вообще. То есть даже если их Дарксир будет там медленно что-то где-то коцать, они появляются моментально. Единственный вариант это сдуть их в полсекунды и сразу же продолжить замес. Застань, чтобы желательно лансера, чтобы он никого не бил. Шейкер. Но нету станов. А шейкер в бане был как-то? У лансера появляется манта. Лансер ещё жирнее становится, ещё веселее. Да, манта у лансера уже появляется. Ты понимаешь, что это плохо для секретов, очень плохо. Тут ещё Клокверк отлично подсветил к уроке. И уже есть ещё немножко инфы для ребят из ЕГЭ. Ну и всё. Они уже действуют с позиции лидерства. Они сейчас должны заходить на Рошанчика и забирать его. А Фиро вообще пофиг. Он понимает, что его не взять. Нет ни одного стана. Реально такого вот стана. От стана Венги он всегда увернётся. От всех остальных убежит. Есть диффузал, если что. Там, кого-то замедлить. С себя что-нибудь снять, может быть, даже. Там, сальность какой-нибудь дровки. Поэтому у него есть манта. И он просто может вычесть нереально. Ну, кстати, сейчас могут принять... Баковатый такой смог. Смаилыча. Ой-ой-ой, запалился сейчас, как пупей. Совсем запалился, слушай. Совсем запалился, да. Ну, это прям... Реально совсем было палево. Сейчас появляется БКБ у дровки. Она хоть чуть-чуть станет жирнее. Ну и Рошан. А тут птица. Ну, собственно... Короче, спалились вообще полностью, целиком ещё. Везде спалились парни с Team Secret. Да, тут ещё и Клофер. Но, знаешь, Рошан наниверсировал бьют. Ну, сюда влетать ни в коем случае нельзя Юниверсу. Слишком далеко команда. Слишком далеко команда. И Зай стоит рядом. ППД пошёл, как он пошёл. Куда каска? Никуда каска вообще. Юниверс не смог взять Аегеса. Вот это очень плохо, потому что он умрёт секунду. Ой-ой-ой-ой. Там стенка стоит идеальная. Вообще не пройти. Ой, какие большие проблемы. Слушай, это уже минус два. Какие огромные проблемы здесь могут быть в сумасшем? И ФИРа не бьют СФА. Почему вы бьёте Вайпера? Он же самый, сука, жирный. Да, ну, ФИР, ФИР тут должен сейчас добивать хотя бы С4. Да, добивает С4. Так, ну, Зайчик тоже может умереть. Ау, и очень плотно. У него мы забыли. А он-то на самом деле наваливает жёстко. Убивает Юниверсу. И это минус все на самом деле. Огромка одна не осилит ФИРа. Огромка не осилит. Да ФИРу пофигу на них. В том-то весе прикол. Ну, вообще-то странно. Я думал, тут вафли. Ну, тут вафли, но только не ЕГЭ. И Аркизи тоже погибает. Это очередной Тим Вайп. Код лайк от старого человека. Старый человек. Старый человек даёт жару. Да щит. Слушай. Старичок-то. Слушай. Мы даже не так сильно оценили Лансера, каким он является. Ему просто плевать. Его команду развалили. Юниверс вообще ничего не сделал. Он просто умер. Стенка стояла так, что там ППД тоже умер. Ничего толком не сделал. Не, ППД, кстати, на стенку не зашёл. ППД СТЛ возле стена. Его убили быстро. Его быстро убили. Лешрак, он там пожёг кого-то, но тоже довольно быстро склеился. Остался, считай, один ФИР Сауи. У Ауи ещё. Они там нормально. Ваф пять практически. И ФИР Сауи развалили пятерых сейчас. Кстати, да. Аганим появляется в Ауи после этой драки. Потому что ты банально не можешь даже быстро найти этого настоящего Лансера. У тебя нет способа пробить иллюзии и вычислить действительно реального пацана. Реальный пацан? А реальный пацан тебя месит, пока ты... Только вакуум. Только вакуум поможет в этой ситуации. Ну, понимаешь, вакуум не поможет. Ты не поймёшь, даже после вакуума кто-то стоит. А счета каких-то, может, как-то и поймёшь. Три счета, да. Три счета могут немножко помочь. Но всё равно счёт 6-17 по деньгам. Опять же, ПЛ уже совсем далеко уходит вперёд. Конечно, 3000 это ещё не 7, не 8, не 10. Но это уже практически готовый хороший артефакт. Ну вот и сейчас та ситуация, о которой мы говорили ещё во время пика. Его останавливать просто-напросто нечем сейчас. Ну да, нет контроля никакого. Если он вгрызается, то приплыли. Он даже может не вгрызаться, он может кинуть в одного копьё, а второго пойти бить. И в результате те иллюзии, они никак не умрут физически. Они физически просто не смогут умереть там от того типа. А сам он будет ковырять уже совсем другого товарища. Да, он ещё может менять очень жёстко и быстро позиции в драке благодаря этому Доптилволу Гангу. Так что вообще непонятно. Он может, кстати говоря, хорошо от щитов уходить. Если на него там набежало куча людей щитами, он может куда-то прыгнуть вместе со всеми своими иллюзиями. Там вообще ты не поймёшь. И скаде фармит, как я, в общем-то, и предполагал. Это идеальный здесь артефакт. Ну да, я должен до того. А-2. Что говорю? Что? 2? Нет, 2 сходя не очень. Он просто Тараска не нужна сейчас ланцеру. Легко объяснить, почему раньше ланцер занимался тем, что сплит пушил иллюзиями. Там иллюзии были другого принципа. Да, и весь смысл был в том, чтобы ланцер мог бегать по карте, постоянно регениться с этой тараской, коцаться, регениться, чтобы иллюзии были очень жирные. Скаде поменьше даёт хп. А скаде нужно для драки. Именно для конкретной драки блок. То есть, новые иллюзии живут по пару секунд, это то, что надо. Да, у них там 7 или 8 секунд, не помню точно срок годности. Они по-разному живут. Одни и столько, другие и столько. Но все не больше 10 секунд они там живут. С Монты 20 секунд живут. Ну, Монта, да, это же отдельная уже история. Отдельный разговор. Но в любом случае всё не так долго. Поэтому Скаде это круто. Да, ну и вот у него уже 15 тысяч стоимость персонажа. Форстав уже практически готов у Клакверка. Тоже Юниверсу добавится немножко живучести, потому что до этих пор он просто ставил Коги. Это, знаешь, такой был камикадзе. Вот надо ему красную повязку такую на лоб сделать. Или там белую, не знаю. И просто врываться. Он всё равно хорошо врывался всегда за спину, всегда туда, куда надо. Да, врывается он хорошо, он просто умирает за полсекунды. В этом его проблема. Что надо с Сикретом сейчас сделать, чтобы как-то в драке хоть что-то, не знаю. Как-то надо убить ПЛ, а без ПЛ и ЕГ вообще ничего не сделают. То есть у них нет никакой мощи для того, чтобы при отсутствии ПЛ убить хоть кого-то здесь вообще у Сикретов. Я говорю, если бы это были Клауд Найн, то можно было рассчитывать на то, что, о, мы сейчас поймаем четверых, пока ПЛ будет фармить. Здесь же такого не будет. Ну, два варианта развития событий. Есть как Муксикреты могут теоретически выиграть игру. Первый — это действительно поймать на какой-то грубой ошибке, то есть пойти в смоке, подловить желательно всех, кроме ПЛ, наоборот. Ну, либо же ПЛ, кроме всех. Ну, ПЛ они не убьют даже в пятером. Да, вот всех убить — это намного проще. Намного проще убить всех. Либо же попробовать игру растянуть в Гиперлейт. В Гиперлейт, где немножко нивелируется вообще свойства героев, где начинают играть роль артефакты нафармленные. И где-то там теоретически Дарксир с Аганимом, двумя стенками, может там затянуть, создать сам армию ПЛ в свою только. Ой-ой-ой, Юниверс врывается на Кура, тут же Фир, проблема огромная Кура, он погиб. Пупец, по ноли тоже, они не погибли. Ну, еще отделались. Легким испугом. Да, легким испугом. Я думаю, что пойдут дальше до конца, но... Да, они могли, они могли, если б там сейчас какой-то Вичдоктор каску успел кинуть, то они бы пошли до конца. Там, походу, не было просто касок, и поэтому так легко два героя просто убежало. Да. Да, ну что ж, ЕГЭ, тем не менее, ЕГЭ не спешат. А куда они спешат? Они все равно сильнее. Да, они все равно сильнее, конечно. Им лансер нужно, чтобы он еще подфармил, чтобы его было вообще плевать. Скади, бабочка. И вообще никого с ним не сделать, фактически, будет. Второй типажа, там еще подкупить как раз попозже, тоже, Скади. Есть у него, фактически, 300 голды осталось. Можно покупать. Да, и вот что теперь делать с таким фантом-лансером, остается загадкой, я думаю, для секретов в том числе. Не, я тебе говорю, фармить долго. Если купить пармьолнеров, хиксов, шиф, туда-сюда, там может пойти жара, но, конечно, ЕГЭ не позволит в такой лейт растянуть. ЕГЭ нафармят сейчас Скади, может быть, еще будут не особо агрессировать, как-то именно давить жестко до бабочки ПЛ, но Скади бабочка Рошан, и они пойдут заканчивать. Конечно, к этому времени не будет мьолнеров. Не, ну это тоже около 40 минут времени, ну, будет. 10 минут еще, может игра продолжаться в спокойном темпе, пока ЕГЭ довольны тем, что их лансер фармит. Да, вот оно Скади уже готово, и да, там еще Солар Крест у Визджек, как обычно, появился. Сумаил там, что себе собирает, я уже давно не видел вообще Лешего. Не, Солар Крест, говорю, Солар Крест УАУ, ебал, затекло. Акторинчик, Акторинчик. Акторин? Акторин, да, норм, на самом деле. Ну, 3 уже было на этом турнире Акторина. И я пока 100 прав. От 3 до 5, ну, скорее всего, ты будешь прав, я не думаю, что 3 Акторина купят за одну эту игру. Кто знает, кто знает. Кто его знает. Может быть, 5 карт очень веселых. Дарк Сир с Акторин Кором? Вайпер с Акторин Кором. Это мы уже обсуждали. Вайпер с Акторин Кором? Дровка с Акторин Кором. Фантастика вообще. Это примерно как Найт Сталкер с Акторин Кором, только дровка с Акторин Кором. Не, ну, ну да. Ну, плюс-минус так же. Дровка, это супер. Кто круче дровки может быть с Акторином? Дазл с Акторин Кором и Оракл с Акторин Кором, я сейчас подумал. Они почти по кулдауну могут кидать Грейв и ульт. Закончился Грейв, висит ульт Оракла, потом опять Грейв, потом опять ульт Оракла. Надо протестить. Неуязвимый герой получается. Слушай, там походу секунды две, реально, ну, вводит зона такая. Человека вообще убить важно. Слушай, так реально, это же имбища. Ну попробуй купить. Надо ролик снять, где одного героя просто месят 20 и его по кулдауну сейвят. Забавно это. И Шадоу Демон еще. А, о, и Шадоу Демон действительно. Так, Юниверсер не самая лучшая цель. Но там очень плотный Сумаюн, он прям вгрызается. И что? И Сумаюн тоже умрет. Старый человек в спине начинает разваливаться. Забить на курок и убегать. Убегать, 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 братаны. Конечно, Фир тут будет сейчас деклассировать. Посмотри, что он делает, он убивает всех. Краих одновременно он убивает. Он убивает всех. Ну, 2-2. Это для Сикретов сейчас очень хороший. А там он Зайцевич ушел все-таки. Зайцевич? Зайцевич. 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 Зайцевич, да. Гостов не хватает, Егэ. Вот как раз ты тут говорил про этот фруставчик на Юниверсе. Я смотрю, думаю, а что не гост-то? Ты посмотри, там вообще магия нет. Уберешь гост, врываешься, да и засел в него, и сидишь себе спокойно. И в домике? 4 секунды вообще не обламываешься. Ну, наверное, после фрустава будет покупать. Гост? 100% нужен гост. Кто? Ну, покер, покер. Да всем можно по госту взять, откровенно. Ну, да. С той стороны тоже. Там фанавлайсеру уже бы не помешал какой-то, я не знаю, манки кинбар нужен или не нужен. Ну, вот, пропадать скоро под ровки будет весьма проблематично. Но только что... Вот, Фир демонстрировал то, что мы говорили после предыдущего, да, замеса. Когда он кидает копье в одного, сам мессит другого, там еще две иллюзии бьют третьего, и в результате три героя умирают просто на ровном месте. Потому что они не могут отспамиться от этих людей вообще ничем. Да, они вообще не понимают, что, где, кто. Что происходит? Да. Так, есть. Вот он, наш Сумаильчик. Итем у него просто бешеный. Фармит Акторинкор. Акторинкор будет, да, действительно. О, еее. Четвертый. Причем уже после Шивы, вот в чем дело. Он и так очень жирный. Так это идеальная сборка, по идее, вот такая. Ой-ой-ой, неприятности. Отличная игра, в куроки можно свапнуть кого-нибудь. Вот он свапает. Да, Юниверс тоже не растерялся. Понял, что первого принимают. Сразу же нырнул на второго героя. Моментальные. Два минус синхроны они. Появятся, кстати, Рошанчики, ЕГМ могут постараться. Нет, ну не надо им ничего стараться. Рошанчики. Им ничего стараться не надо. Так нет, надо убить, по идее, Рошанчики, чтобы Лансер вообще забил. Да, вместо Аквилы, какой-нибудь Аегис и все. Да, вместо ТПхи может взять, ему нафиг она не нужна. Ну, или так. Тыпаться некуда, куда тыпаться. Все, вороков нет. Ну вот он, Вайпер. Боже мой, как же больно. Кстати, слушай, ну не так, чтобы прям совсем больно. Там тоже талисман у ворота, вот в чем дело. А, да, талисман у ворота решает. Можно подумать не о бабочке, а МКБ действительно. Талисмана начинают напрягать. А сейчас Фиер обратил, наверное, внимание, что... Ну, самого Фиера фактически не бьют. Дельски не бьют все равно. Поэтому зачем бабочка? Ну, она ДПС дает, да, иллюзиям больше, чем МКБ намного. Но зато тот момент, что ты не промахиваешься, он решает. Тридцать пятая минута игры, на топе, там, в чужом лесу тусуется, Артизи собирает что-то. Просто сожгли Рошана. Смотрел будет с Эгисом. Там еще сыр будет. Мне кажется, может его юниорс какой-то цепить этот сыр. Ну, а Эгис достается лишь Року, так как это самый сладкий батон. Ну, он большой, фиолетовый и тонкий. Те, кто играл еще в первую доту, помнят, что там была разная величина Хеллсбара. В доте 2 одинаковая, а там разные. И в Шарка был Хеллсбар огромный. А сам он был дохлый. Так, лан, тут замес. Ну, Ауи убивает зачем-то, хотя это не самая важная цель. Теперь главное убить Юниверса быстренько. Фир в толпе. Хорошо, кстати, Юниверса... Стенка очень крутая. ...то Юниверс выжил. Стенка очень крутая. Ну вот, опять ситуация такая, что ПЛа нечем. Вообще его никто не бьет. Его никто не может просто бить физически. И он уничтожает команду. Понятно, где ПЛ? Кто ПЛ? Кто из вас ПЛ, друзья, скажите? По одному подходить. Сверху появляются иллюзии и уже сверху тыкают копьем в спиду. Айперу. Насаживают его. Слушай, а в итоге что, убили одного бичдога? Нет, там Ауи тоже убили на визажах. Бай-бай-бакнулся Ауи просто моментально. Четыре в два размен. Да, ну и не за горами. Тот момент, мне кажется, когда все-таки Сикрет напишут ГГ на первой карте. Настало время задуматься о второй, что они там будут делать. Настало время задуматься о том, что если твой враг берет визажа, то нахрен тебе не нужен Дарксир, Дроу Рейнджер. И в принципе раз на этом турнире мы видим такой пикет. Да, и Баршеду у демона не особо. Хорош, как оказалось. Это вообще абсурдный бан. Да, откровенно. Потому что что это за бан? Потому что до этого стандартно против ребят из ЕГЭ там банили. Да, визажа там члена, визажа еще кого-то, гирокоптера визажа там какого-то. Не, Шадов Демона на этом турнире многие банили. Но такое ощущение, что кто-то первый начал. Все-таки, блин, и мы забаним. Ну да. Но пока ты не очень успешной командой, которая банит Шадов Демона. ЕГЭ в гранд-финале, я могу напомнить. Что это не срабатывает? Плохо закончилось для многих команд. Не срабатывает, как правило, в большем количестве случаев. Да уж. Ну и фармят сейчас за ЕГЭ. Бабочка такая эфира. Купил целиком. Ой-ой-ой, какая сейчас будет боль. Иллюзия сейчас. КПД иллюзий увеличил сразу в два, наверное. Ну, может, в полтора. Но ты посмотри, у него 228 белого урона. С бабочкой у него станет, ну, 250. Кто-то Ноктаринчик появляется, тем временем Усмаила. Который топ-1 по Нетворцу на карте. Ой, не по Нетворцу, а по Крипстату на карте. Ну да, вот правильно все было сказано ранее. То, что это действительно идеальный билд. То есть у тебя хороший монопул за счет Бладстоуна. Ну и запас здоровья, соответственно. У тебя много брони против физики за счет Шива с Гуарда. И у тебя Аджор, Мана Реген. Просто нереальное количество магического ДПСа. И все, ты почти не убиваем. Да. Тот Сумаил сейчас будет выдавать вару. Он уже дает так, иди-ка сюда, говорит, Пупе. Ну, Пупе, он, скорее всего, отваливается. Он, наверное, не успеет, наверное, дать себе Грейв. Хотя довольно плотный. Да, дает Грейв. Ну, а толку там, каски еще летают. Толку у нее. Хотя делает... Да не, 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 не. Закончится, да, Грейв. Не работает. Две минуты осталось до... Конца игры? До конца игры. До потерья Эгисов, я думаю. До конца игры, наверное, меньше. Немногим больше, да, уж точно. 15 зарядов, кстати, еще в Латстоуне. Там 50 мана Регена. Ой, Артизия, а зачем ты тут находишься? Мне кажется, да, ну, так, так работает. А нет, не работает так. А, и так не работает? Это минус Артур. Это минус Артура, конечно, ты его просто сумоил, испепелит. Здесь один школьник может другого. Перемене. Тут... Фир... Фир, в чем, с младшего класса выигрывает, кстати, Фир с Альдом. Нет, он сейчас их всех убьет. Они не понимают, где настоящий, вот как понять, что происходит. Боже мой, какой кошмар. Он сейчас еще одно копье закинет, смотри, там уже две иллюзии гоняются за курок, надо просто подсветить хайграунд и все. Они ему 3 хп сбили, если что. Там еще Сумаю прилетел и тревелок прям на базу к врагу. А что бы, нет, с Эктеринкором кулдаун тревелов в секунду 30. Друг. Ну, да. Не оценивают тоже люди это. На молнии... А, не на молнии, на диаболике 16. Да, диаболики вон тут уже ломают всю базу. Ну, да, неплохо сыграно. На молнии 3 секунды. На молнии 3 секунды. На молнии 3, а на диаболик почти столько же, сколько... Он не убивает. Смотри, он просто отбирается. Ему просто пофиг на них. Ну, сейчас стало... Ну, Саева колит больно, да. Он просто не дамажит никого. Ну, да, 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 да. Ему нужно тоже дамажить для того, чтобы... ГГ. 1-0. Именно. Вау. Ну, вообще, после пика все было понятно. Как обычно. Так, мой 3-2 провалился. 3-2, я сказал. Мой провалился на ЕГЭ. Ну, вы на ЕГЭ поставили. Я на секрет 3-0, но что-то я... Да, ты вообще изначально заруйнил всю ставку. Ты сказал это после пика. Как ты это вообще мог? Я вообще язык повернулся. Как? Просто-напросто я верил в команду.